А теперь я скажу свой стендап. Конечно, Honda Accord это мечта любого, но наша Lada никогда такой машины не делала. Конечно, ее нельзя сравнить с этой машиной, но она тоже хороша. Сегодня все меняется прямо в процессе съемки. Хотела снимать про Honda Accord седьмого поколения. И тут приехал оператор Саши на Lada Vesta. И я сказала, что заплатил на нее порядка 600 тысяч рублей. А я решила, раз она стоит приблизительно столько же, сколько этот Accord, почему бы нам с Сашей не поговорить? А что предпочесть за эти 600 тысяч? В общем, сначала рассказываю вам про Accord. Потом мы поедем, и Саша будет рассказывать про свою Vesta. И попытается честно нам рассказать. Честно, Саша! Честно! Что ему нравится больше? Речь пойдет вот про этот автомобиль. Это Honda Accord. Первого, на мой взгляд, достойнейшего поколения. На самом деле это седьмой Accord. Почему я не снимала эту машину раньше? Хотя запросов было миллион. Не на конкретную машину, а, как я уже говорила, вот на эту тему. Машина где-то за полмиллиона, которая будет радовать молодого парня. Да потому что не было у меня, ребята, такой машины. Я торгую совершенно другим транспортом. И не было машины достойной для того, чтобы ее показать вам в видео. В хорошем состоянии, с небольшим пробегом, с красивым салоном. И тут мне написал парнишка, молодой, 31 год. Это Accord 2007 года. Я посмотрела, он последний в своем поколении. То есть 2007 год был заключительным. В восьмом уже пошло восьмое поколение Accord. Итак, в 2002 году эта машина появилась на мировом рынке. К нам она пришла где-то в третьем, вот точно не помню, в третьем или в четвертом году. В разных источниках написано по-разному. Я вам открою секрет. Хотя какой это секрет, на самом деле, ничего в этом секретного нет. Тогда, в 2003 или 2004 году, у меня была такая машина. Но не у меня лично, а в моей семье. Вот прям просто копия этого автомобиля, ну только дорестайлинговая. С таким же абсолютно салоном, вот в такой же топовой комплектации, в таком же цвете и так далее. Но тогда у человека, которому она принадлежала, это мой бывший муж, ее в дальнейшем угнали. Угнали, потому что эта модель, когда она появилась, она просто сразу стала абсолютной бомбой. По крайней мере, у нас в России. Их угоняли так, что в какой-то момент их просто перестали страховать без спутниковых систем. И сейчас, забегая вперед, я вам скажу одну из основных проблем, связанных с этими автомобилями. Выбирая такую машину, первое, что нужно смотреть, это документы и не перебиты ли номера. Именно потому, о чем я только что сказала. Это автомобили в какой-то момент не просто криминальные, а гиперкриминальные. Они уходили один за другим у хозяев, причем уходили не на разборку, уходили именно на перебив номеров. И эта машина даже могла где-то постоять на учете. Потом она могла снова всплыть. В общем, первое, что вы проверяете, когда вы начинаете смотреть такие машины подержанными, это криминальная составляющая. Не угоняли ли эту машину когда-то давно? В 2005 году был рестайлинг. Он на самом деле изменил немного. Ну, немножко изменилась внешность и добавился в бортовой компьютер и некоторые другие технические мелочи. В остальном же все осталось приблизительно как было. Младший двухлитровый мотор 155 сил. Мотор, который стоит на этой машине 2.4, он 190 лошадей. Но, кстати, многие аккордоводы говорят о том, что немножечко нас японцы дурят. Что на стенде, если замерять, а куда здесь ставится вода? На стенде, если замерять, этот мотор выдает немного поменьше кобылиц, где-то район около 170. Привод газораспределительного механизма здесь цепной. Цепь, она условно вечная, то есть она ходит очень долго. За исключением тех автомобилей, которые очень часто, кстати, встречаются вот с таким мотором, бывшие собственники эксплуатировали в режиме не то, что газ тормоза, а только газ и сильный газ и до конца и до упора. Ну, в общем, в итоге цепь могла растянуться, растянуться. Ну, кстати, не рано по современным меркам, в тысячах на 150 она могла растянуться. И вот это могло оборачиваться некой дорогостоящей бедой. Кстати, стоит оговориться, да, моторы, безусловно, очень надежные, но это не те силовые агрегаты, которые, например, ставятся в американские машины, когда там 5,7 литров, и убить этот мотор только можно, если стоять и фигачить по нему кувалдой. И то у меня, наверное, не получится. У мужика покрепче, сил должно быть больше. То есть я не знаю, те моторы, они и минералку едят, и без обслуживания как-то ездят. Это вообще не та история. Японские моторы, они высокотехнологичные. Туда абы что не зальешь. Только, пожалуйста, дорогую вам синтетику. Только рекомендованную дорогую синтетику. И вот тогда долго и счастливо. 300, 400, иногда и 500 тысяч километров пробега. Их, ребята, нужно нормально содержать. Нужно на них, на обслуживание. Деньги не жалеть. И тогда, в случае, если вы выбрали изначально живой вариант, очень долго бед не будете знать. А где же живой вариант найти? Заплакал оператор Саша с печалью, глядя на свою Весту. С печалью. Ох, действительно, найти ее будет непросто. Но основная рекомендация – это не смотреть машины самые дешевые. Сейчас по рынку этот автомобиль, по крайней мере, в московском регионе, можно найти от 300 тысяч рублей. И это будут дрова, сразу вам говорю. Такие однозначные, законченные дрова. Начинать нужно смотреть эти автомобили в бюджете где-то от 480, 490, лучше 500 тысяч рублей. Вот тогда есть надежда купить живой аппарат. Ну, первое, о чем и я вам могу сказать, это известная история, и мне пишет владелец этой машины, это слабое лакокрасочное покрытие. Причем оно было слабым изначально. Первые экземпляры вообще шли в этом отношении с браком. Казалось бы, тяжело даже себе представить японский автомобиль, а у него брак по покраске. Вот у той машины, которая была в моей семье, от капота, просто с капота отвалился вот такой вот кусок краски. Машине было несколько месяцев. То есть лакокрасочное покрытие... Потом, конечно, это изменили. Ситуация с лакокрасочным стала лучше, но она никогда не стала идеальной до конца. То есть эти машины не очень любят сколы. Сколы потом быстро увеличиваются в размере. Потом лакокрасочное покрытие само быстро тускнеет. Особо здорово это заметно на темных цветах. Блин, вот как так? Только что мужчина взял, открыл дверь и вылил из стакана заварку, что ли? Или что это такое, а? Дальше продолжаю. Что, парню, во что эта машина обходилась и что ломалась? Значит, на самом деле ничего условно, совсем крохи. Чуть-чуть ломалась по подвеске, но мы сейчас поедем на подъемник, и там я это расскажу и покажу, что по подвеске здесь новая. Значит, у него задние тормозные огни перегорали. Дальше. Лампочка подсветки порога перегорала. Даже не знаю, где она расположена. Дальше. Лампочка подсветки номера перегорала. Сзади, наверное, что я сюда-то пришла. И передние габариты. Все. То есть, я, кстати, тоже помню по своим историям и по тому, что пишут на форумах люди, постоянно горят лампочки. Это частое явление у этой машины. Но они горят не основные. Потому что основные здесь ксеноны, он, слава богу, долгожитель. А вот противотуманки здесь – это просто вечный, постоянный геморрой. По крайней мере, в начале они регулярно растрескивались, и люди их просто переставали включать. Потому что они от перепада температур просто постоянно трескались. Постоянно. Ну и перегорание лампочек. Но, слава богу, по мелочи. Не ксеноновых. Покажи, покажи. Молодцы, молодцы. Ну, пришел начальник, понавставлял. Вот так и должно быть. Молодец, начальник. По ТО. Здесь человек делает ТО по сроку, а не по пробегу. Он ездит достаточно мало. Порядка пары, тройки, тысяч километров в год. Ну и, соответственно, раз в год он и ТО делает. Я бы, честно говоря, делала чуть почаще. Чуть почаще. Ну, он делает раз в год. Обходится 15-20 тысяч рублей, конечно же. И сегодня благодарность за то, что этот человек дал нам свою машину поснимать. Просто взял, дал мне ключи, документы. На полном доверии. Мы ему бесплатно поменяем масло на просто шикарное премиум линейки. Но это будет чуть позже, когда мы поедем на подъемник сервис. А сейчас наступает мой любимый момент. Как я вам уже говорила, в мой блог часто обращаются целый ряд компаний, которые хотят, чтобы я их прорекламировала. А я им говорю, а вы лучше дайте моим подписчикам немножечко ништятьков. А я вам за это дам рекламу в своем блоге. И вот сейчас мы едем получать наш ништяк для нашего дорогого подписчика, кому принадлежит эта машина. И этот человек мне эту машину дал совершенно бесплатно на целый день. Катайся, Леночка, снимай, Леночка. Вот за это, собственно, вам хороший материал, а ему в замену на очень хорошее масло. Ну, в принципе, перед тем, как менять масло, мы должны залить промывку. Называется она engine flush. Аккуратненько заливаем. Сейчас заливаем масло. То есть выбор наш не случайно пал на именно эту серию. 5,30 – это положено этому мотору по вязкости. И, соответственно, это стопроцентная синтетика. Соответственно, как мы предлагаем правильно заливать, чтобы не ошибиться. Мы залили некоторую часть масла из канистры. Берем присадочку. Заливаем весь флакон, потому что один флакон рассчитан на 6 литров масла. Присадочка у нас достаточно густая. Но, как ни странно, на конечное число вязкости она не влияет. Поменяли масло. Теперь будем ждать отзыва владельца. Обычный ролик из высокоуглеродистой стали. При помощи этого теста примитивного мы показываем, какое трение создается в двигателе, скажем так. То есть как это работает без масла. Соответственно, усилие динаметрического ключа. Давим. После двух несущественных нажатий, несильных, то есть мы уже видим выработку достаточно сильную, заливаем присадочку. Неважно, какую присадку мы заливаем, это турбопротект, который больше всего этих фуллеренов. Слушаем звук. Трение исключается. И, соответственно, с каждым разом она все тише и тише. Ну и, соответственно, мне уже достаточно тяжело держать. Зеркало получилось. Рваного металла нет. Ванночка у нас съемная, да, мы можем посмотреть, сколько здесь у нас стружки. Ну и, соответственно, все равно масло осталось прозрачное. Теперь представим ситуацию, что у вас пробило картер, масляное голодание, пробку сальник выдавило. Не всегда водитель за рулем это увидит. Соответственно, вот он, двигатель без масла. Делаем все то же самое. Включаем и пробуем остановить. И вот уже абсолютно без масла двигатель работает точно так же. То есть пробег без масла уже многие могли видеть. Мы часто это делали. Мы наглядно показали действие присадки и ответили на все вопросы. Мы не просто так вам показали этот сертификат. Мы официальный дистрибьютор. Сейчас давайте посмотрим вообще, что из себя эта машина представляет, как удобная или неудобная, например, для семьи. Скорее всего, если вам 30-ка, уже есть какие-то маленькие детки, например, вот как у парня, потому что вон оно детское креслице. А Саша, оператор, доставая отсюда свою большую сумку, чтобы я сейчас сюда села, бурчал. У меня в Вести больше места, больше, больше. Утешай себя, Саша, утешай. Но да, я должна признать, что места здесь критически мало. Ну, не то, что критически, нет, просто его немного. При росте 175 у меня упираются колени. А нельзя сказать, что впереди человек будет прям вольготно, полулежа курить бамбук. По сути, у вас есть выбор. Веста 600 или вот этот 550 где-нибудь можно взять хороший, но под 600. Вот, смотрите, вот это просто идеальная история. Вот для себя и выбирайте. Но про Весту я вам уже рассказывала и показывала. А сейчас поедем на этой машине. Покажу вам, какая она внутри, расскажу вам, что, как, какие ощущения от езды и так далее и тому подобное. А дальше приедем на сервис и будем там на сервисе курочить ее подвеску. У большинства аккордов, я думаю, что уже вырезан катализатор, потому что люди редко его ремонтируют. Уже, скорее всего, глючил не однажды лямбда-зонт, его меняли, что, в общем, неплохо. Но что касается катализатора, то да, скорее всего, он будет уже вырезан. Ну что, по катушке, ребята. Итак, у нас мотор 2.4, это старший мотор. Как я уже сказала, очень радуюсь я на эти машины, потому что у них было всего 2 мотора и, по-моему, то ли 2, то ли 3 комплектации. То есть, про эту машину легко рассказывать. Никаких там тебе TSAF, TFSF и 25 вариаций моторов, коробок и комплектаций. У японцев все четко. Приходишь, вот тебе такой автомобиль, вот тебе такой автомобиль. Хочешь, бери, не хочешь, иди. Что же такое этот FTEK, который написан обычно на машинах сзади или на моторах, как мы открывали капот, видели. Или по-русски его многие называют просто утес. Это система постоянного изменения фаз газораспределения. В общем, простыми русскими словами, эта система отвечает за высоту поднятия клапанов и время их открытия. То есть, на самых низких оборотах у вас идет минимально обогащенная смесь. На средних оборотах мотор старается работать наиболее эффективно. А вот на высоких оборотах машина понимает, что вам не до экономии и льет максимальное количество топлива в максимально обогащенной смеси. В итоге, если нажать на педаль, что я не буду делать в этой чужой машине, то машина стартанет очень круто, но мгновенный расход будет очень высоким. А если говорить о плавном и тихом движении, вот как я еду сейчас, мгновенный расход, не знаю, какой сейчас, но думаю, что в районе может быть литров восьми. В среднем у этой машины получается, в среднем цикле, если не использовать утес на все свои 100%, в среднем цикле получается где-то 12 литров. И если чуть-чуть финализировать рассказы про Аккорд, то я вам могу сказать, что вот за эти деньги, если вам удалось выбрать хорошую машину, вы получаете очень прекрасный, эластичный двигатель. Вы получаете коробку, в случае, если она автомат, пятиступенчатую, достаточно старую по конструкции. И эта машина едет то, что называется олдскульно. Вот я иногда чувствую переключение, но при этом этой коробке сносу нет. Раз в 60 тысяч и в механике и в автомате меняйте масло, и жить она будет 300 и 400 тысяч километров пробега, что сейчас с современными автоматами очень редко происходит. Что еще из олдскульного? Вроде как машина достаточно динамичная, подвеска многорычажная, сейчас я вам ее покажу скоро. И за счет этого машина вроде как приятно управляется. Но опять же, не буду на чужом автомобиле здесь вжигать, да и особо ничего не покажешь. Но поверьте мне, в поворотах она по сравнению уже с современными машинами, ну, валкий шарабан. И еще раз повторюсь, с современными машинами, которые будут выдавать тоже хорошую динамику и будут претендовать на какой-то вот этот вот слегка спортивный привкус. Ну, а теперь проведем то сравнение с Вьестой, о котором я вам говорила. Ибо корректное оно только в одном, в ценах. А, также забыла, извините, про аккорд, скажу. Хреновая шумоизоляция, ребята, хреновая. Я бы, честно говоря, что-то делала дополнительно, но это деньги, и большинство людей просто этого не делают. Вот смотри. Шумоизоляция, начну. Шумоизоляция, я сразу хочу сказать, что... Вьесты очень хорошие, да. Знаешь, я вообще не заметил разницы. Примерно такая же, как здесь. Да? Может быть, чуть-чуть потише на микродецибел. О, молодец. Правду глаголит. Ну, понятно. Я пересел на Весту с отечественной машиной. А Веста-то что, по-твоему? Иномарка, что ли? Ну, я считаю, что это уже иномарка. Ну, это наша хорошая машина. Ты сколько на Весте ездишь уже? Семь тысяч проехал. О, нормально, уже много достаточно. Смотрите, сразу скажу, что... Я чуть позже расскажу, сколько стоит по запчастям. Если у Саши сломается Веста, очевидно, в ремонте она будет стоить дешевле, чем этот аккорд. Либо около, приблизительно так же, в случае, если хозяин этой машины будет использовать подержанные запчасти. Я сейчас, когда готовилась к программе, нашла много подержанных запчастей. И расскажу вам, что сколько стоит. Значит, вот это, если говорить об обслуживании. Что касается надежности Весты, как я вам уже говорила, ничего пока неизвестно. Ты пока ничего не ломалась, слава богу, да? Ну, я могу сказать, какие-то моменты. Первый момент. Это у меня что-то в подвесках, когда переезжаешь, лежащий по-лицейски, она чуть-чуть что-то чиркает. Я звонил своему персональному менеджеру, который мне выделен от Лады, персональный менеджер, телефон там все есть. И спрашивал, задавал ему эти вопросы. Он сказал, зайдите, вам все заменят. Ну, ладно, хорошо, зайду. И еще один момент. На скорости больше 120 км в час начинает открываться капот. Это сигнализирует лампочка, которая, значит, находится здесь. И она так чуть-чуть мигает. Сначала я подумал, это глонасс, меня останавливает, как бы не превышая, не надо. Но потом я позвонил, опять же, тому же персональному менеджеру, и он сказал, да, это возможно, ничего страшного, не бойтесь, капот не откроется. Но, видимо, да, вы разгоняетесь до 140. Где? У нас нету таких трасс. Вот под лицей, а? Я говорю, ну, понимаете, я там шел на обгон, и, значит, разогнался. Это дело, где и как ты разгоняешься. Он что, полицейский, что ли? Если не убивать, опять же, не выжимать из нее то, что в ней нету, я думаю, она будет ходить и ходить. Смотрите, что вы получите в аккорде. Вы можете получить вот такой вот очень приятный салон. Приблизительно такой же. Ну, никогда салон Веста не будет вот таким. Просто потому, что его такого не бывает. Заморочиться, перешивать в желтую кожу, ну, это и идиотизм. Я думаю, что вы согласитесь. Весту берут не для того, что... То есть, по интерьеру, все-таки мы ездим в машине внутри. По интерьеру, если вам удастся найти живой аккорд, то он будет все-таки, несмотря на то, что изобрели эту машину более 10 лет назад, а конкретно, там, получается, 14 лет назад, по интерьеру, конечно, он гораздо более высокого качества. И он гораздо приятнее. То есть, в машине находиться внутри приятно. Единственное, что мне и раньше не нравилось, сейчас, конечно, это глобально выглядит устаревшим. Вот это вот дурацкий пластик под дерево. Не понимаю, зачем Хонда так позорится. Это и тогда выглядело по-дурацки. Это я точно помню. Я на это обращала внимание. Значит, про поломки мы уже сказали. Что касается езды на этой машине. Вот скажи, пожалуйста, тебе Веста по езде нравится? Я каталась и на том, на другом. Своё мнение скажу. Веста нравится. Идёт мягко, динамики никакой. Подвеска шикарная. А у тебя на механики, да? Механика. Динамики никакой? Ну, я нажимаю на газ, но смотря какие обороты, понятно. Но разгоняется она очень вдумчиво. Очень вдумчиво. У меня 1,6-105 лошадей. Не бешеная динамика у Веста. То есть, чтобы тебе сжечь, тебе нужно перегазовывать, да? Чуть-чуть перегазовывать нужно, да. Не надо этого делать, береги мотор. Мотор сцепления. Ну, как бы, ну, не так, чтобы там... Капец настанет. Ну, быстрее. Перекручивать мотор всегда плохо. Идёт вот 140, и что ещё заметил, почему-то обороты... То есть, звук мотора на даже 120 скорости, я слышу, что он рычит уже капец-капец. Да? Рычит, как будто уже выпрыгивает. Я поняла тебя. Здесь 120, это детская скорость. То есть, машина до этой скорости разгоняется очень легко и непринуждённо. Причём и с двухлитровым мотором тоже. Нельзя сказать, что с двухлитровым мотором эта машина тупая становится. Нет. С 2,4 и подавно. Но этот мотор лошадистый, 190 лошадей. И на 120 эта машина только начинает раскрываться. Конечно, на скорости большой аккорд приятнее. Но, если говорить о постоянной езде, допустим, динамичной, допустим, в городских условиях, то есть, именно о рулёжке, то рулёжка у Весты великолепная. Им очень круто удалось настроить подвеску. Здесь, если вы возьмёте аккорд за деньги, которые стоят Веста, то есть, за 600 тысяч, и будете брать, уж для корректного сравнения, тоже на ручке, потому что у нас машина на автомате, то за 600 вы возьмёте вообще просто шоколадную конфетку. Ну, конечно, если глаза на месте и умеете выбирать. И вот здесь, на мой взгляд, выбор в пользу аккорда выигрывает, потому что на пробеге в 61 913 километров владелец этого автомобиля, по сути, не поменял ничего. Он поменял два передних амортизатора за всё это время. За всё это время. И вот лампочки по кругу, о которых я рассказывала. Амортизаторы я вам потом покажу. Все рычаги родные. То есть, Honda, если её не убивать, глобально очень надёжный автомобиль. Поэтому, если купить... Покупка Весты и поддержание гарантии, это обеспечение спокойной жизни с точки зрения вложений. Правильно? Ну да. Взял и не паришься вообще. Да. Почему ты не взял такую машину? Потому что ты боишься, а вдруг чё-то сломается. Потому что, да. Страшно. Новая машина, она есть новая машина. Я в машинах не особо разбираюсь. В ней она будет ездить год точно, два точно. Вот, видите? Это самая русская. Машина самая... Самая русская. Как ругательство прозвучало. Самая русская. Даже самая... Самая русская машина. Смотрите. Ну, это самая русская машина. Она, конечно... Я не про Весту сейчас, а в принципе, если это бюджетный транспорт, она может иногда приглашать вас в сервис. Такое... Такое может происходить. Что касается Весты, пока не знаю. Но, видите, вот если бы человек, Саша, был очень педантичный, замороченный, и времени было бы побольше, он бы уже парочку раз побывал, да? То есть вот этот тикань я бы устранил. Подумал, по-чего делать с капотом, и что-то еще ты говорил, да? Да, и по подвеске что-то чиркает. Да, и что-то чиркает по подвеске. То есть глобально ничего не сломалось, ездить можно, но что-то подбешивает. Ну, чуть-чуть, да. Хотелось бы большего за такие деньги. Да, я поняла тебя. Поняла. Вот у Хонды у нее такого нет. Вот, знаете, вот так вот по мелочи геморройчиков, которые слегка мешают жить. Зато если Хонда сломается, мало не покажется. Сегодня поискала, нашла запчасти не очень дорого. Действительно, они есть. Но, тем не менее, ну, все равно совсем дешевыми они не будут. Что касается сверчков и жучков у этого автомобиля, то здесь тоже, когда я ехала в абсолютной тишине, в этой машине, буквально там километров 10-15 я на ней проехала, я обратила внимание, что все-таки у пожилого автомобиля они немного есть. Ну, здесь, правда, какафония шумов снаружи все это перекрывает с лихвой, потому что машина достаточно шумная, слышны колеса, причем не только свои, но и машины с соседних в потоке. Смотрите, вот сейчас мы выехали на большую дорогу, немножко разогнались. Аккорд, конечно, просто лижет трассу. Его стихия это скорость. Если вы, например, живете где-то далеко от города, ну, вам нужно ездить в город на работу, и вы можете позволить себе аккорд, и можете выбрать хорошую машину, умение есть, то вы будете каждый день получать удовольствие. Потому что вот даже такая немолодая машинка настолько прекрасна. Вот в повороте она вот-вот слегка кренится и заваливается. А по прямой она как будто вжимается в трассу и лежит асфальт. Саш, скажи, а что касается вот вместимости салона, ты все там говорил, что и удобство посадки, например, ты говорил, что у тебя в Вести все супер в этом отношении. Да, да. В Вести ощущение, что пространство на переднем сидении, на заднем сидении больше. Потолок чуть выше ощущения. то есть капсулы ощущение, что капсула больше. Да, ощущение, что именно внутри чуть побольше. Плюс, конечно, Вести выше, чем вот Аккорд. То есть, у нее и клиренс побольше, и она сама чуть-чуть такая раздутая немного. Ну, наверное, собственно, от этого. Ну, в принципе, в Аккорде довольно комфортно, естественно. Приятнее видеть кожу, но неприятно видеть, что она вся такая уже старая, а у меня-то все-таки все новое еще. Ну да, здесь нет ощущения новой машины. Здесь нет ощущения новой машины, но есть и есть, естественно. Кстати, вот то, что ты сказал про персонального менеджера, очень мне понравилось. Представляете, вы, когда покупаете Рио или Солярис, просите персонального менеджера. Вас посылают. Мужик, что с тобой? Ты болен? Ты же покупаешь Рио. Рядовой покупатель, миллиардный. Да, миллиардный покупатель Рио. Скажите, спасибо, если он вам не заявит, прямо, что вы нищеброд. Потому что, по крайней мере, в столицах, конечно, менеджеры в Киеве и в Хенде, они достаточно зажравшиеся ребята. И они привыкли к тому, что такие автомобили, как Киево, они сами себя продают. Особо напрягаться-то не надо. Но если говорить о моем личном восприятии, то, ох, вы знаете, но есть, конечно, правда в Сашиных словах, что новая машина это новая машина. Если не умеете выбрать, то лучше даже не лезть. Если умеете, либо есть какие-то знакомые подборщики, которым вы на 100% доверяете, потому что и среди них сейчас жулья полно, то я бы для себя лично, вот это мой выбор, не претендую я на то, чтобы он был единственным верным, я бы, конечно, поискала вот такую вот японскую, японскую, заметьте, иномарку. Один из вариантов это вот этот аккорд. вот что хондовцы научились сделать очень хорошо, так это подвески. Ну, здесь конструкция очень сложная, достаточно сложная, я бы сказала. Впереди двухрычажная, здесь пять рычагов, причем, посмотрите, рычажки-то достаточно тоненькие, и при этом вот у этого автомобиля они все родные, и в основном если человек нормально эксплуатирует машину, нормально ездит, тысяч до восьмидесяти, до ста у большинства аккордов родные рычаги. Я понимаю, впереди-то там рычаг, так рычаг, а здесь смотрите, более того, у него еще даже вот эти стойки стабилизатора и те родные. Вот что поменено, это передние амортизаторы. А, кстати, что касается цен, ну, моя задача была найти вам варианты наиболее дешевые, я нашла по 3,500 амортизаторы. Рычаги, сейчас скажу, почем. Передние, например, рычаги стоят по 2000 верхние. Вот верхний рычаг стоит 2000, вот этот 4,400. Но если по таким ценам обслуживать машину, то, конечно, это не очень дорого. Но с другой стороны, вот не очень дорого, вы понимаете, да, что рычаги-то меняются парой. Лучше менять их парой. Можно поменять в принципе один, но скорее всего вам предложат поменять их парой. И вот 4500 плюс 4500 это 9000 плюс за замену. Конечно, у Сашиной Весты будет подешевле. Вот здесь вот владелец, здесь даже вот тоже косточки стойки стабилизатора родные, но владельцу приговорили два амортизатора, то есть амортизаторы здесь свежие. И передние амортизаторы я нашла по 3500. Также нашла подержанную коробку автомат за 50000 рублей. Задние амортизаторы нашла по 2000. Вот, например, передний бампер прям целиком, но снятый, естественно, с какой-то машины не подержанный 15000 рублей. Просто чтобы вы понимали, сколько это может вам обойтись. Бачок омывателя 5000, тоже подержанный, генератор пятерку, а что бачок такой дорогой в одну цену с генератором. А что касается кузовщины, вот смотрите, как не искала, я дешевле, чем 15000 даже подержанные двери не нашла. Больное место, рулевая рейка, она очень быстро начинает течь, но по меркам этой машины очень быстро. То есть где-то наверное на 1080 и этот собственник тоже столкнется с этой проблемой, потому что в основном все сталкиваются раньше, но здесь видимо очень аккуратная машина. В остальном же, могу вам так резюмировать, по подвеске будет очень мало вложений, если вы будете достаточно аккуратно ездить. Неправильно сказал, дело, что мало, они будут редкими, но совсем дешевыми элементы подвески не будут. Брать вот такие варианты, как я нашла, стоит, не стоит, не знаю. Бог с ним, когда это не оригинал, но брать подержанные запчасти подвесочные, фиг его знает. это каждый решает в зависимости от того, насколько финансовая ситуация позволяет так или иначе. Мой выбор, что бы сделала я? Я умею выбирать подержанные машины. Безусловно, в выборе между Вестой и хорошим аккордом я бы выбрала аккорд, потому что эта машина намного более породистая, намного. Если вы гурман вождения, то вы поймете, о чем я говорю. Если же у вас нет возможности никак выбрать себе хорошую машину, но не умеете вы и нет знакомого, к которому обратиться, подборщикам не доверяете, тогда идите и покупайте новую Весту. С точки зрения коробки передач, вот у меня одна глобальная претензия робот, а с точки зрения механики, если она вас устраивает, то по ездовым характеристикам Веста очень приятный автомобиль, потому что очень хорошо настроен подвеск. Но, как я уже сказала, мой выбор это Аккорд.